Девушки отдыхают Собственно заявлены на комитете были сам настоятель Никон и плюс естественно директор ДГХ Лобанов В итоге пришел только Лобанов и от монастыря был главный инженер Столяров Сергей Иванович рассказал о том, что на комиссии по безопасности дорожного движения этот вопрос обсуждался Дело в том, что Никон прислал заключение некоего специалиста о том, что движение автотранспорта пагубно влияет на эту самую келью Специалист этот не из той области, с которой нужно, то есть это не эксперт На самом деле это реставратор, который достаточно умозрительно это все дело осмотрел И рассказал, что в общем-то расстояние от свода кельи до дорожного полотна 4-5 метров И в общем-то действительно существует опасность обрушения Сергей Иванович рассказал, что там на самом деле метров 9 И в принципе на комиссии по безопасности дорожного движения они решили, что просто перенесут остановочный комплекс этого места и пешеходный переход Ну то есть чтобы снизить дополнительную нагрузку После этого, собственно, депутаты спросили, а дума ты что должна решить? Ну то есть вынесено же на комитет, на что? Сергей Иванович сказал, что ничего не надо решать, собственно все уже решено и вам только для ознакомления Соответственно, пользуясь случаем, мы задали главному инженеру ряд вопросов, связанных как раз с резонансными событиями, с вырубкой деревьев в монастыре Главный инженер прокомментировал, что на самом деле вырубка деревьев произошла не потому, что вот сейчас начнется строительство Строительство храма запланировано на следующий год А сделано это было сейчас для того, чтобы, так сказать, немножко спустить пар у людей Вот они сейчас посмотрели, повозмущались и утихли Вот, и к тому времени, когда начнется строительство, вроде бы как будут успокоены То есть такая вот логика у монастыря Естественно, был заданный волнующий вопрос о том, когда же, собственно, вообще хотят перекрывать монастырь И господин Столяров рассказал о позиции митрополита Нижегородского и Розамасского Георгия Как он сослался, так понизив голос, сказал, владыка хочет закрыть в апреле На вопрос не оставить нам хотя бы одну ветку, да, чтобы можно было машинам передвигаться Ну, хотя бы там двухполосную Тоже так же пониженным голосом было сказано, это уж как владыка решит Естественно, возникает вопрос, что создастся транспортная напряженность Этот вопрос прорабатывался достаточно давно Если кто-то следит за городскими событиями, мы должны быть в курсе, что у нас планируется к строительству мост еще один Который пойдет от улицы Давиденко на проспект Октябрьский Как, опять же, сообщил господин Столяров со ссылкой на владыку Деньги 650 миллионов на строительство этого моста уже зарезервированы То есть они, ну, фактически уже есть И сейчас прорабатывается просто технический момент Каким образом, через какую программу эти деньги можно будет передать сюда к нам в бюджет Соответственно, уже в следующем году начнутся конкурсные мероприятия по выбору подрядчика Который строительством моста и займется Проектный срок возведения этой конструкции 20 месяцев Это не только сам мост, но еще, естественно, развязка дорожная Да, там достаточно сложные работы, придется отсыпать много грунта Вообще же планируется либо в конце этого года, либо в начале следующего года Пригласить на один из комитетов настоятеля Никона, то есть это нашего монастыря Плюс в феврале-марте предполагается приезд и, собственно, владыки Егоргия Для встречи с депутатами и обсуждения этого вопроса Возник вопрос о том, кто же, собственно, разрешил вырубку деревьев, строительство в монастыре Дело в том, что вырубку деревьев подписал предыдущий глава администрации Валерий Димитров Буквально уже в конце своего срока У некоторых депутатов даже возник некий такой эмоциональный вопрос А уж не назло ли он это сделал Главный инженер монастыря пояснил, что на самом деле все документы оформлены Все бумаги собраны И если бы не подписал предыдущий глава администрации То это бы сделал просто нынешний глава администрации То есть это чисто процедурный вопрос Тем не менее депутатам придется работать и решать Каким образом будет жить город, как только мы закроем монастырь И на самом деле вот это решение владыки, да, перекрывать монастырь целиком Или оставить все-таки для движения одну полосу Он достаточно серьезный Будет обсуждаться в следующем году И обязательно о результатах расскажу Продолжение следует... Продолжение следует...